Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите прохождение челленджа Апокалипсис. Добро пожаловать в наш новый день, в нашу новую серию. И да, у нас тут на самом деле все спят, кроме Джулии. Джулия пытается навести более-менее порядок у нас в доме, но у неё это всё равно почему-то не получается. Потому что... Я даже не знаю почему, ребят. Вот она как бы мусор собирает, потом просто его кидает и как бы на этом всё. На этом всё заканчивается. То есть я искренне не понимаю, что происходит, как и почему. Вот, но как бы окей. Окей, видимо завтра, в воскресенье нам придётся покупать новый бак и заменять вот этот. Я не знаю, честно не понимаю. Мусорный бак пуст. Ну, короче, всё супер странно. Но ладно, давайте отпустим эту ситуацию. Ведь предыдущая серия, как мне кажется, у нас очень даже удалась. У нас было аж 4 дня рождения. Это в первую очередь Беатрис и Ракель и ещё дни рождения наших Роя и Рэндала. Вот. Да, вот видите, она просто как бы повозмущалась, что-то повозмущалась и кинула его. И всё, она ничего не собирается с этим делать. И я кучу раз давала ей как бы действие вынести мусор, но нет, она его просто берёт и потом снова кладёт обратно. И всё, ничего не происходит почему-то. И да, на самом деле я хотела сказать большое спасибо всем за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии, в которых вы мне очень много советуете. И просто говорите какие-то слова поддержки. В общем, мне безумно это всё приятно. И я действительно вам очень благодарна. Так, у нас что-то девчонки проснулись. В чём ваша проблема? Не переживайте, вы громкие звуки. А, это монстр там у тебя что ли? Или что? Или как? Алиса, а ты чего проснулась? Тоже непонятно, чего проснулась. Давайте-ка вы слишком напуганы, не хочешь спать в кровати. Ясно, ну давай тогда ты вздремнёшь. Девочки, не переживайте, вы обязательно у меня помойтесь. Я просто хочу, чтобы вы выспались, потому что впереди много дел, впереди много прокачки, поэтому как бы да, ничего не знаю. А, и в чём твоя проблема, Алиса? Скажи, почему ты вдруг не можешь пройти к своей кровати? Вы с Аракельника как разойтись не можете или что? А, понятно. Так, хорошо. Что-то они поперепутывали все свои кровати. Ракель, давай тогда ты, да, всё правильно, ты идёшь сюда вздремнуть на жёлтенькую, а Алиса идёт на свою, в конце-то концов. Можно, пожалуйста, как-то это организовать? Да, в общем, я хотела сказать вам большое спасибо за поддержку, за советы. Я стараюсь ко всем им прислушиваться, потому что они действительно полезны, и я ценю очень вашу помощь. Поэтому, да, вот прям от души, ребята, от души, огромное вам спасибо. Кстати, что я хотела ещё сказать? Прежде чем я уйду в закадровую игру, я хотела сказать по поводу обновившихся правил. Да, мне тут Гуля написала. Хорошо, что она меня предупредила, потому что я была не в курсе, я уже достаточно давно не заглядывала в правила. Ну, пару недель так точно. Оказывается, я вот всё хотела, чтобы Алиса у нас закрыла продавца, а оказывается, она его чисто как бы... Ну, нет, она, конечно, его может закрыть, но, скажем так, если она закроет продавца, то она не достигнет той цели, на которую я положила глаз. Потому что я, в первую очередь, хотела закрыть продавца по той причине, чтобы мы могли переодевать Сима в кассе, да, то есть, как это было всегда до этого. Так, никакого чудовища, всё нормально. Я бы хотела, конечно же, одевать красиво наших детей, чтобы они у меня были все одеты, красиво причесаны, там девочки накрашены, мальчики просто одеты и причесаны. Вот, но оказывается, что продавец больше за это не отвечает. И теперь для того, чтобы изменять Сима в кассе, мы с вами должны закрыть карьеру стилиста. На самом-то деле, я понимаю, что рано или поздно это должно было случиться, ну, потому что, ну, как бы стилист, ребят, тут сам Бог велел. Я думаю, вы с этим согласны, с вами всё понимаете. Поэтому, конечно же, я никаких претензий не имею и полностью одобряю эти изменения в правилах. Вот, но таким образом, конечно, не очень весело получается, потому что, в общем-то, дорога к красиво одетым Симам у нас закрывается пока что на неопределённый срок. Но на самом деле, посмотрим. Тут, конечно, всё зависит от рандома, какую карьеру он выдаст для наших детей. Вот, и, в принципе, я думаю, что генерировать это всё дело мы с вами будем совсем скоро. То есть, я думаю, что, в принципе, уже на днях. Ну, а пока что у нас суббота, 7 часов утра. Джулия, ты там чё, закончила с мусором в конце-то концов? С мусором, вернее, в конце-то концов или нет? Ну, вот она всё пытается его выбросить, но у неё упорно это всё не получается. И, да, ребят, я хотела ещё спросить один момент по поводу пыльных кроликов. Опять-таки, я вот сегодня... Так, Рою приснился кошмар. Господи, какой кошмар? Какой кошмар? Бедных детей мучают кошмары в этом доме. Это просто какой-то ужас. Я хотела спросить по поводу пыльных кроликов. Я вот сегодня перечитывала правила и увидела там такой пункт, как запрет на общение с пыльными кроликами. И я такая, ой. У меня сразу в голове всплыло ой. Потому что я хотела спросить. Вот это же, получается, вот действие кормить пылью, это считается, да, за общение? Я так понимаю, что все вот эти действия, которые помещены как бы сердечком, они считаются как действия общения, да? Потому что я как бы от вас ничего не собираюсь утаивать. То есть я прохожу апокалипсис честно. Вот. И с вами я тоже хочу быть на 100% честной. Поэтому говорю, я кормила кроликов пылью. Потому что они вот... Ну, например, уровень счастья очень низкий. То есть я, например, боюсь на такого кролика наступать персонажем. Просто-напросто я боюсь, что сейчас вот этот кролик может сжечь к фигам вот эти три кровати. И поэтому я их кормила пылью. Я что-то вообще... Ну, честно скажу, я ничего и не помнила из правил по поводу пыльных кроликов. Вот честно говорю, я не знала этого. Но сегодня я увидела и такая... Думаю, блин. Наверное, я нарушила правила. То есть я так полагаю, что мне нужно 10 тысяч штрафа себе записать. В общем, напишите мне в комментариях. Но я, да, я так полагаю, что кормить пылью кроликов нельзя. Что это считается за действием общения. Поэтому, если что, я уже сейчас себе запишу. Это как штраф. И итогово мы должны 20 тысяч. Между прочим. Потому что кормление кроликов это не единственный мой грешок. Я вам еще, наверное, в серии 4 или 5 назад говорила о том, что я также совершенно забыла, вообще вот правда просто забыла о том, что нельзя запирать двери межкомнатные. И я действительно один раз заперла дверь. Вот. Поэтому этот штраф у меня уже записан. Мы еще ничего не выплачивали по поводу этого штрафа. То есть у нас как висело 10 тысяч, так и висит. Но я так полагаю, что сейчас еще за пыльного кролика у нас добавится штраф. Это, конечно, ужасно, но ладно, как бы я признаю свою вину и 10 тысяч эти я выплатить готова, как бы без проблем. Ну, не сейчас. Как бы сейчас вы видите, что я не отнимаю никакие деньги за штрафы просто-напросто, потому что я хочу немножечко на другое сделать упор. Это на то, чтобы в нашем доме было все необходимое для прокачки. Поэтому пока что штрафы я не выплачиваю. Но мы выплатим обязательно, это само собой. Вот. Так что, да, такие новости. Это, пожалуй, все, что я хотела с вами обсудить. Да, по поводу, кстати, еще необязательных новых правил, которые появились у Трис. Это ванильная династия. Ну, я просто хотела немножко прокомментировать этот момент. Ванильная династия фактически, как и ванильный городок, но если под ванильный городок, я еще как бы более-менее попадаю, потому что я не все города меняла под постапокалиптичную обстановку. То есть у меня половина или даже больше половины городов, они вот как были от разрабов, так и остались. Я в них ничего не меняла. Я буквально там в двух или в трех городах поставила здания такие тематические. А так, ну, считайте, 50 на 50 мы идем по этому ограничению. Что касается ванильной династии, то, ну, просто-напросто я не попадаю под это ограничение, потому что я специально готовила сохранение. Я всех персонажей, абсолютно всех удаляла для того, чтобы не было никакого пересечения с династией. Вот, соответственно, я заселяла совершенно других рандомных персонажей. Так, и давайте мы будем отправлять наших девах помыться. Пожалуй, вот, давай, Ракель, ты пойдешь первая принять душ. А Беатрис у нас будет вот здесь мыть руки. Вот, вымыть руки. В общем-то, да, поэтому под ванильную династию мы с вами, конечно же, не попадаем. Но что касается еще одного необязательного ограничения, которое называется, если я не ошибаюсь, красавицы и чудовище. И касается оно того, что Сим, именно наследник в апокалипсисе, должен себе в жены или мужья выбрать сгенерированного игрой персонажа. То есть, вот прям такую, знаете, вот NPC-шку, да? То есть, не рожденную где-то там, а именно чистую сгенерированную игрой. NPC-шку, вот. Я, честно, не знаю еще, готова ли я на то, чтобы принять такое ограничение. Боже, посмотрите, какой кошмар. Это просто ужас. Скорее бы наступило воскресенье, чтобы я поставила в комнатах ведра, потому что, ну, это же просто какое-то одище. Я не знаю, почему так глючит эти мусорные баки, что вообще происходит. Но это просто какой-то ужас, вот правда. Да, как только я, в общем-то, приму решение, я, конечно же, сообщу вам, что я там себе надумала. Вот. Возможно, я возьму его себе, потому что я бы хотела брать все ограничения по максимуму, насколько это возможно, да? Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что тяжело сказать. В общем, как у нас дела? У нас шарашит гроза. Ну, да, это, кстати, не очень хорошо, потому что мы не можем рыбачить, вот. А детям-то надо есть, а рыбы у нас больше нет. Поэтому, возможно, пока не испортилась вот эта вот еда, а осталось два с половиной часа до этого момента, как она испортится, возможно, я заставлю парней еще раз поесть, вот. Потому что, на самом деле, ситуация-то опасная. Да, потому что реально ни у Маршала, ни у Джоли рыбы нет больше. Вот. Что у нас такого еще происходило? Девчонки поделали домашку, попрокачивались, в принципе. То же самое касается Роя Рэндалла. Вот. Ну, и пока что, в принципе, такие дела. Да, у нас в доме очень грязно, у Симов просто, знаете, бесконечное. Вот сейчас еще нормально. Ну, а так, вообще, у них бесконечная череда вот этих вот мудлетов, которые отвечают за дискомфорт, и, ну, это просто, это просто жесть, на самом деле. Так, у нас осталось, осталось две порции, на самом-то деле. Хм, Маршал. Ну, у тебя есть молоко, поэтому ничего не знаю. Знаешь, ты будешь у меня пить молоко, а вот рыбу ты оставишь своим детям. Так что, да, это, это точно я тебе говорю. Рыбу оставь детям, а, как бы, сам будешь перебиваться ряженкой. Вот. Я считаю, что это справедливо. Господи боже, я впервые вижу, а это что такое? Это, я так понимаю, злой кролик, да? Слушайте, я же теперь с ними не общаюсь и топтать их боюсь. И, о, господи, что за, что за адское создание? Ёлки-палки. Слушайте, это опасно, наверное, еще и в детской комнате с нашими тоддлерами. Господи боже мой, какой ужас, слушай. Ты, если хоть что-нибудь с нашими пацанами случится, я за себя не отвечаю. Вот просто предупреждаю тебя, я за себя не отвечаю. И да, ребята, у нас с вами почти пять утра. Уже наступило воскресенье. Что это такое почистить хлев? Вот умница моя. Наступило воскресенье, а это значит, что... Аллилуйя, воскресенье! Мы можем совершать покупки. И, конечно же, мы купим пылесос, и мы пропылесосим вот эту гадость. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что мы можем это сделать. Если у вас завелись такие существа, значит, пора устроить уборку. Они изворотливые, вредные и очень грязные. Ужас. Просто ужас. Но, слава богу, у нас семь тысяч в запасе. И я думаю, что прямо сейчас Джулия почистит хлев и отправится сразу же на рыбалку. Я всю ночь, скрестив пальцы, следила за Роем и за Рэндаллом, за их потребностью в питании. И, слава богу, всё хорошо, всё нормально. Поэтому, да, я думаю, что вот как раз Джулия сейчас разберётся с хлевом. И после этого я её отправлю порыбачить. Надеюсь, что нужды позволят это сделать. Хотя у неё тут, конечно, какой-то трындец происходит. По-моему, для этого отрицательным. Но на рыбалку нужно обязательно будет пойти. Но пока что, господи, она даже не может, она даже из этого не может никак почистить этот хлев. Какой ужас. В общем-то, я думаю, прямо сейчас я зайду в режим покупки и прикуплю всё нам необходимое. Итак, ребята, как вы можете заметить, у нас осталось 1384 симмолеона. Что же я купила? Во-первых, это два пылесоса. Ну, я решила, пускай будет один у Маршала, как бы второй у Джулии. Вот, ну, может так будет подручнее, уж не знаю. Да, я хочу, чтобы Маршал прямо сейчас взял себе один пылесос в багаж и пропылесосил вот здесь, в Тоддлеровской. Потому что вот здесь вот завелось вот это вот сущее зло. Я боюсь за своих детей, поэтому я считаю, что сегодня, ну, учитывая то, что мы можем пылесосить только одну комнату в день, то я считаю, что сегодня мы должны, обязаны пропылесосить именно здесь. Ещё я купила нам новый контейнер уже вот такой. Извеселимся вместе, мне кажется, что в моём опеке, ребята, мы перепробуем с вами все виды контейнеров просто. Да, я только что забыла, я только что вспомнила, что я забыла поставить в каждую комнату по мусорке. Отлично, значит, я сейчас это ещё сделаю. Я ещё купила две игрушки, потому что оказалось, что кое-кому там у нас не хватает, а я бы хотела, чтобы у каждого ребёнка было по игрушке. Также я купила вот это вот чудо, вот этого вот медведя, потому что он помогает развивать общение довольно-таки быстро. И это хорошо, я хочу, чтобы наши дети прокачивались. Также я приобрела окна, ну, по одному окну в каждую жилую комнату, так сказать. Вот здесь тоже появилось окошко. Ну, и, наверное, в принципе... А, нет, это не всё точно, куда же делись деньги в таком случае. У нас тут появилось вот это. Я это пока что так условно поставила, я это сейчас переставлю, я просто только-только купила. В общем, у нас появилось три электрогенератора, я решила взять сразу три. Я ещё до конца не поняла, как эти штуки работают, если честно. Я видела, что как бы они стоят у тех, кто играет в Апик. То есть с помощью них мы можем генерировать электроэнергию, логично. Также у нас появилось три вот таких вот фермы. Я купила для насекомых, я так полагаю, что нам можно это делать. Вот, и нам же нам будет прикупить сюда жуков, но не бомбардиров. Ну, кстати, мы их и не можем купить, поэтому как бы окей. Да, я так полагаю, что мы будем здесь разводить вот жучков всяких, да, сверчков. Собирать с помощью них, как это называется, в общем-то этот... Ну, вы поняли, да, вот этот материал, у меня слово из головы вылетело. И потом каким-то образом мы заправляем вот эти вот наши электрогенераторы. И вуаля, у нас в доме есть электричество, да. То есть вроде это так работает. Я надеюсь, что я правильно поняла принцип. В принципе, в принципе, наверное, сейчас я даже могу их убрать в багаж семьи. Хотя, или не убирать, я точно не помню, культурист, он позволяет вытаскивать вещи из багажа семьи или нет. Поэтому, знаете, я, наверное, не буду их как бы класть туда, скажем так, обратно. Вот, я их просто вот так вот рядышком поставлю, и всё. Вроде у нас никто никому не мешает, вроде как всё в этом плане нормально. Да, сейчас ещё мусорки прикуплю и вернусь к вам. Мне кажется, что вот этой самой позой Маршал просто говорит, Боже, Ангелина, какая же ты тупая. Я собралась пропылесосить пыльного кролика на участке, где нет ни одной единицы электричества. Просто давайте оставим это без комментариев. Я думаю, вы знатно посмеялись с моей предыдущей реплики. Да, сейчас, сейчас положим в багаж Маршалу пылесос, пропылесосим. В общем, тут я, конечно, вижу действие наступить. Молите пощаде, господи, какой кошмар. Я вижу действие наступить, но скажу вам честно и откровенно, мне страшно это делать. Поэтому, ну, я понимаю, что это надо сделать, потому что иначе будет беда. Ой, страшно-страшно. Ну всё, момент истины. Давайте я нажму наступить. Просто скрестим все пальцы, что Маршал сейчас у меня не помрёт. А, всё? Погодите, это точно всё? Всё в порядке? Всё нормально? Слушайте, это хорошо. Я, я в таком случае, я просто, я просто счастлива, ребята. Если всё хорошо, так это же просто замечательно. Да, кстати, я поставила вот здесь одно мусорное ведро. Ещё вот здесь в коридоре поставила второе. И вот здесь у девчонок поставила тоже ведро. Маршал, ну тогда вперёд, давай ещё вот на этих наступим. Ой, слушайте, так от сердца отлегло. О, я не знаю, я, конечно, знатно перепугалась, но, слава богу, всё нормально. Так, дети, дети, вы спасены. Дети, всё в порядке, всё в порядке. Ситуация наладилась. Да, кстати, уже можно сходить на горшок. Рэндалл, Рэндалл, Рэндалл. Ну давай ты пока полипечешь. Вот, Маршал, давай мы прикупим сюда. Ну всё по 15 стоит, ну давайте разных везде. Тут, значит, будут черви, тут жуки, а тут сверчки. Какой кошмар. Какой кошмар. Ну да ладно, кстати, да, у нас надо будет ещё одежду всё постирать. Так, любезный, ты у нас пока что спишь? Ну, спи, отлично, экономь энергию. Он будет, кстати, унитаз ещё починить. Маршал, ты тоже. По твою душу, конечно же. Вот, так, и ты общаешься... Нет, ты уже не общаешься с Мишкой. Почему? Давай полипечем. Вот, обнимем, полипечем, да. Чтобы всё у тебя было замечательно. Джуля, как дела? Как дела, как дела, как дела? Покажи мне, у тебя только одна рыба сейчас, да? Так, ну корень кавы. Ну, Джуля, давай. Давай соберёмся. Твоим детям нужна еда. Да, давай, пожалуйста, будем нормально рыбачить, потому что нам нужно что-то кушать. Так, ну что, ребята, я могу вам сказать, что, в принципе, общими усилиями мы привели наш дом в порядок. То есть, у нас больше нигде не валяются... Ну, почти не валяются кучи мусора. Ладно, здесь ещё валяется, не знаю почему. Вот, но в принципе, в принципе, уже, мне кажется, более-менее, как бы, обстановочка наладилась. Вот, и как бы, можно даже жить, мне кажется. Да, в общем-то говоря, мы завели, в общем-то, всех наших жучков-паучков. Вот, да, чистить фирма-тосяком, ухаживать, получить биотопливо, гумус. Нам нужно биотопливо, да, я так понимаю. Ну, значит, будем собирать. Так, сытость, сытость, сытость. Ну, будем смотреть. В общем-то, буду изучать. Это всё для меня так это в новинку. Никогда раньше таким не занималась. Ну, в общем-то, мы сейчас чисто тут по хозяйству хлопочим. Вот, буквально всей семьёй, знаете, кто чем может, тот тем и помогает. Вот, реально, вот, получается, у нас наши трое девчонок подросших и родители, то есть пятеро членов семьи, они вот все сейчас и занимаются тем, что работают на пользу общества, так сказать. Вот, Рой и Рэндалл, конечно, пока что толком помочь не могут, но они помогают, скажем так, своей прокачкой. Вот, и Рэндалл, кстати, у него уже четвёртый уровень общения, то есть действительно с помощью этой игрушки оно прокачивается просто с какой-то космической скоростью, поэтому хорошо, что мы это всё-таки прикупили. Да, постараюсь я из них сделать идеальных малышей. Ничего, конечно, обещать не могу. То есть счастливого малыша мы точно с вами должны добить. Это как бы 100%. Насчёт идеального пока что сложно сказать, но буду стараться. И завтрак у апокалиптиков начинается не иначе, как в 12 часов дня. Просто потому что до этого абсолютно некогда покушать. И да, наконец-то я загнала домой Джулию, чтобы она приготовила словленную рыбку. Теперь наши все дети, наша орава детей теперь сможет покушать. Да, это, конечно, очень эпично. Мне прям нравится вот эта вот картина маслом, если честно. Да, Джулия тут моет раковину и целый детский сад. И всё это её дети. Эта орава вся принадлежит ей. Прикольно, конечно, интересно. Так, Маршалу у нас плохенько, но сейчас он дочинит раковину. И тоже, конечно, пускай пойдёт поезд. Вот, Джулию. Джулия себя прекрасно чувствует. Да, в очередной раз благодарю дополнительные её черты характера. Поэтому я думаю, она сейчас поможет, конечно, с уборкой. И после этого я отправлю снова её рыбачить. Думаю, что она прям целый день сегодня будет рыбачить, чтобы, знаете, не было такого, что, например, на улице гроза, и некому пойти наловить рыбы, соответственно, дети будут голодные. Так, конечно, не пойдёт. Вот, поэтому я думаю, что Джулия сегодня целый день будет рыбачить. Ну что, вкусно вам? Давайте, не кривите мордашки. Вам должно быть всем очень вкусно. Слушайте, какая милота, просто посмотрите. Тут Алиса общается с Рэндаллом. Беатрис общается с Роем. Просто какая-то несусветнейшая милота происходит. Все друг с другом общаются, как-то взаимодействуют. Ай, блин, красота, конечно. Вот уж кому-кому, а в этой семейке точно никому скучно не будет. Это 100%, просто вот 100% гарантия. Да, классно, конечно. Мне нравится. Мне нравится. Это всё очень миленько, я считаю. Вот. Да, и вообще я хотела с вами поделиться своими впечатлениями, ребята, по поводу апокалипсиса. Могу сказать, что мне прям очень-очень нравится играть в Апик. То есть я прохожу его сейчас с огромным воодушевлением, огромнейшим удовольствием. Надеюсь, что вам, в свою очередь, интересно смотреть на моё прохождение. По крайней мере, я действительно очень сильно на это надеюсь. Вот. Ну, а вообще я действительно в восторге. Вот прям очень интересно. Конечно, да, сложно, непросто. То есть каждую минуту ты должен продумывать как-то свои телодвижения, да, какие-то давать симам задания, постоянно контролировать, чтобы всё было выполнено. Вот так вот давайте я щёлкну всё семейство, прям все семеро человек. Но, тем не менее, это правда очень интересный челлендж. И со всеми нововведениями, новыми правилами, которые у нас постоянно обновляются и добавляются, этот челлендж становится просто, вот просто муа, просто красота. Вообще конфета. Мне очень нравится играть в Апокалипсис. И что ещё я хотела вам сказать. С вашего позволения, по крайней мере, я буду очень надеяться, что вы не против. Ближайшие, наверное, недели две, может быть, и три у нас будет, ну, так называемый марафон Апокалипсиса. То есть Династия не будет выходить совсем, но это не по той причине, что мне неинтересно играть в Династию. Вовсе нет, я тоже очень по ней скучаю. И я хотела бы показать вам то, что есть в моей голове, потому что у меня действительно там большие планы, которые я бы очень сильно хотела осуществить. И, боже мой, посмотрите, постарел наш август. Всё, ребята, начинает стареть наше первое поколение. Вот и Машл сегодня вечером уже постареет. Да, всё-таки это случилось. Господи, посмотрите, какое у Рэндала лицо. Это просто что-то с чем-то. В общем-то, да. Дело не в том, что мне неинтересно играть в Династию. Просто сейчас настал тот момент, когда мне нужно сделать... совершить, скажем так, очень много приготовлений для того, чтобы я могла отыграть тот сюжет. И для того, чтобы мы могли поскорее окунуться в те события, которые родились у меня в голове уже очень-очень давно. И для того, чтобы это сделать, мне нужно довольно-таки много времени потратить. Но я постараюсь действовать оперативно. Но пока что я могу спокойно проходить Апокалипсис. Потому что здесь мы... Здесь в этом плане попроще. Здесь мы находимся на одном участке. Но, тем не менее, конечно же, от этого играть менее интересно не становится. Наоборот, в Апокалипсис очень интересно играть, еще раз повторюсь. И мне действительно очень нравится прохождение этого челленджа. Вот. Это постоянная прокачка. Постоянно какое-то вот метание между симами. Постоянно слежка, чтобы они ничего не утворили. Ну, в общем, в этом, конечно, своя магия, своя прелесть. Вот. Поэтому, да. Вот такие вот дела. Поэтому, ребят, не обижайтесь. Те, кто ждет династии, она обязательно будет. Но чуть попозже. Сначала мне нужно будет провести некоторые организационные, так скажем, моменты. А потом уже начнется кое-что. Кое-что интересное. Вот, ребят, и случился тот момент, которого я ждала, чтобы закончить сегодняшнюю серию. А именно, взросление нашего маршала. И вот, все, пожелой возраст. Веселитесь, не думая про смерть за углом, говорит нам игра. И вот он, пожалуйста, наш седой маршал Макинтош. Можете ли вы в это поверить? Лично я? Нет. Просто вообще в голове не укладывается, если честно. Посмотрите на него, на этого уже немножечко постаревшего молодого человека. Но, мне кажется, я до конца его дней буду называть молодым человеком. И да, мне кажется, что все равно он выглядит довольно-таки хорошо и довольно-таки молодо. Да, но уже совсем какой-то он, конечно, уставший. Такой... Ах, как же быстро прилетели годы. Слушай, маршал, я полностью с тобой согласна. Годы прилетели просто вообще пулеметом. Так, а что, рыба стухла? Маршал только поесть хотел ахать. Ах, хотя зачем нам рыба? Слушайте, у маршала же есть молоко. Я все время забываю. Слушайте, я все время забываю про то, что у нас есть молоко. Точно. И да, кстати, благодаря тому, что мы с маршалом достигли десятого уровня в навыке фитнеса, то он у нас не маразматик. Мы можем им управлять. В этом плане все хорошо. Ну что, маршал, давай выпьем. Выпьем, ряженки, за твое здоровье. Да, за твой день рождения. Вот так вот. Даже из двух бутылок, согласна. Согласна, так даже лучше, так даже эпичнее. Вот, давайте вот так вот и сфоткаю. Пожалуй, господи, посмотрите на эти грустные глаза, на эту грустную мордочку. Чего ты грустный, маршал? Давай не грусти, скажи. А, в принципе, все прошло неплохо. У меня любимая жена. Как бы там ни было, да, у меня любимая жена, у меня любимая семья. В принципе, я считаю, что жизнь прошла отлично. Ну вот, совсем уже другое настроение. Вот так намного лучше. Молодец, взял себя в руки. Я верила в тебя. Молодец, маршал, все супер. Так, давай, конечно, Джулия с тобой пообщаться. Вот она уже сама этого хочет, поболтать с маршалом. Что ты хочешь? Целоваться, маршал. А маршал что хочет? Целоваться, Джулия. Вы вообще понимаете? Вы вообще понимаете, насколько у этих двоих вообще просто взаимопонимание, взаимопритяжение. Это просто нечто. Я считаю, просто какая-то магия происходит. И да, у нас все дети уже лежат и спят. Я их уложила по кроватям, потому что, ну, почему бы и нет. Уж лучше пускай они пораньше лягут, но зато выспятся. Вот, смотрите, мне даже ничего не надо делать, понимаете? Мне вообще ничего не надо делать. Они сами тут общаются, флиртуют. Так, что это такое? Подоткнуть одеялко. Какая милота. Так, маршал, ну что, ты наелся? Ты наелся, но теперь тебе не очень хорошо. Что это такое? Сходить. Ну, давай, сходи. Вот, и потом еще, наверное, с Джулькой вы пообщайтесь. Конечно же. Так, и ты прям через стены будешь это делать? Ну, само собой, да. Отлично. Ну, ладно. Хоть и немножко глюканутая, но все равно милота. Усердно тереть. Ну, давай, хорошо. Так, маршал, ты там как? Ты там в порядке? Давай еще, наверное, молочка попей. Вот. Несмотря на то, что испорчено, но голод поднимает просто отлично. И да, ребята, я думаю, что на таком моменте уже вполне можно закончить эту серию. Мне кажется, что на сегодня уже приключений наших хватит. И событий тоже. Я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Я благодарю вас за просмотр, за то внимание, которое вы мне удивили. Увидимся совсем скоро. Всем до новых встреч. А пока что всем пока.